Обновить надо кромку вот так. Не, не надо ничего. Сразу включаешь и пошел. Ну это ты, это ты так включаешь. Это ты так включаешь по опыту, ты знаешь. Ты вот, у тебя глазомер это. У меня нет ни глазомера, ни опыта. Я вижу кромку. Для того, чтобы мне поставить угол и запомнил мозг и руки мои по углу, мне нужно примериться. Правильно? Да. То есть посмотреть. Вот примерился. Если так вот прижал, то ты заднюю только снимешь. А если маленькая, вот она уже уперлась, вот эта режущая кромка, то ты будешь ее обновлять. Смотреть надо вот на эту, вот на эту часть. Да. Вот на эту. Как она, как она входит в соприкосновение с кругом. Вот она коснулась, вот угол. Это угол. Запомнил. Запомнил, включаешь и начинаешь. Начинаешь, начинаешь затачивать, затачивать, откуда начинаешь. Отсюда всегда. Отсюда. Вот как я держу, открыто. Так, открыто. И ведешь в обратную сторону. Да, да, да. Вот таким образом. Да, и придерживаешь вот эту, чтобы не дребезжалось, и длинные ножницы, она начинает это. Можно я возьму в руки? Да. Гармонь. Так, и так. Ну надо следить за пальцами, чтобы не попал. Ну ясно дело. Так. И смотрю. Еще тут мешает, если можно вот так развернуть. То есть надо, ну учитывать, то есть она пойдет вверх. То есть не обязательно так, можно и так. Нет, ну надо, чтобы по плоскости было. Нет, по плоскости можно перпендикулярно. Да, можно вот так. А можно так, да? Это как удовольствие. Лишь бы это, да? Лишь бы, да, обновлялась эта крайняя. Но она должна идти чисто по этой плоскости. Не на углу. Нет, тогда будут здесь такие неровности, ямки. Вот. Ну получится, где-то чуть сильнее нажмешь, и ямка будет, потом опять, ровно потом опять ямка. То есть раскладываешь в зависимости от того, чтобы не мешало ничего. Не обязательно, да? Да, да, лучше на том, кто-то не будет мешать. Лишь, туда уходит рука, и все свободно. Вот. И ведешь. Так, дальше. Отсюда, сюда лучше. Нет, нет, так же там. Почему там? Здесь же неудобно будет. Почему так же, в ту же сторону? Это же, она же симметрична. Да, вот видишь, какие вот мои ошибки. Ну просто пока. Спешка, отпешу. Не привычный. Вперед, вперед бегу, батьки. Навыка нет просто. Паровоз идет, а я вперед паровоза вагон. Нельзя. Вот так, так. Ясно. Так, а дальше? По сверлам. По сверлам. По сверлам, да. Это первый момент. Первый момент. По ножницам это. Это по ножницам. Это учебный материал, и мастера не будем отвлекать. Покажи, пожалуйста, как сверло, суть. По железу. По металлу. Так, по металлу. Тут тоже много нюансов. То есть, либо если мы будем им сразу сверлить металл, либо мы будем расстреливать после маленького. Если после маленького, то нужно вот эти кромки, ну вот эта вот, которая уходит вот эта, ее нужно более делать. Если, да, полога, если будет после маленького. Потому что если ее остро сделаешь, она будет просто, ну, вырезаться резко, да, закусывать все вверх. А если сразу по металлу, то наоборот, ее делаешь поострее. Ну, здесь надо, здесь надо несколько плоскостей контролировать. Это, ну, сразу сложно будет. Надо и подворачивать рукой, и поворачивать. То есть, как будто бы крутится вокруг вот этой центра. То есть, тебе надо так делать, чтобы она крутилась вокруг центральной оси сверло. Так, палец я смотрю близко к наждаку. Это же будет нарушение. Почему? Нет, можешь зацепить. Ни разу не зацеплял. Ни разу. Поверь, как. Сколько лет работаю, просто надо навык. Не, а если далеко держишь, то тебе сложно будет. Вот, вот на этом. Ну, можно упереть ее, ну, мне привычнее, как бы. Вот привычнее, как бы, на 3. То есть, я могу положить. Аккуратно, ну, скажешь, научил, Константин, пальцы все. Сколько ты, брат, на заводе проработал, бишь, так вот, таким, 18 лет, да? Инструментальщик-то, наверное, да? Нет, ну, шлесо-сборщик. И нам приходится и сверло точить, и там ножницы по металлу. А инструментальщик есть? Есть, есть. Можно ему отдать. Все равно, ну, мы уже сами. Да ты же готовый инструментальщик, того надо. Ну, да, у нас бывает плохо. Он фрезы хорошо точит. На станке. Ну, хорошо. Ты не обижайся на него, делай сам-то. Да, да, да. Да. Ну, давай посмотрим, как это выглядит. Все. На живую. На практике. Так этот будет как стырлить? После маленького и сразу пометал, или по дереву? Универсальные. Ну, это надо вот тогда что-то среднее сделать. Да, и еще главное, чтобы вот эти кромки были равномерные, то есть симметричные. Ну, то есть, а это только наблюдением вот так вот, на какую-то белую, чтобы сзади видно белую. Смотришь примерно на глаз, замеряешь кромку, и быстро поворачиваешь сверло, и проверяешь вот так вот. Симметричные ли они, ну, и будет видно, если одна меньше, то есть одну, значит, ну, маленько зарезал сильно, другая становится короче, а эта длиннее. То, значит, надо подточить ту, которая маленькая. То есть, я говорю, очень много, но меньше надо учитывать. Здесь тогда выходит так, что надо один диаметр взять сверло, и один заточить именно под... Не обязательно. Ну, да, у нас, например, вот есть сверло одного диаметра, одно пером, например, чтобы... Пером для чего делается? Чтобы тонкий металл, лист, например, надо отверстие на 20. Если ты будешь простым вот таким этим, ты его просто выдавит вот такую, у тебя с обратной стороны эту, ну, заусенка вот такая, как цветочек будет у тебя. А если пером края заправил на 20, и тоненькую, на деревяшку опираешь, раз, и он краями как бы срезает, вырезает, и она ровненькая, а отверстие получается гладенькое. Ну, то есть, там, как это, как цифербург еще есть такое. Ну, он тоже... Да, 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 да. Он это вырезает отверстие. Так же перо делается. Обратите внимание, рука держит, а поворачивается вокруг оси это. То есть ни внизу так, ни вверх, ни в сторону, окрутишь ее. Вот она стоит и крутишь. Огощаешь. Не крутишь, а вращаешь. Ну вот. Да, готово. Равномерно вот эти скосы. То есть, пяточку вот эту маленько срезаю, чтобы вот этот выше был край режущий. Ну, иначе, если пяточка будет выше, то она будет просто гальцевать. То есть, не будет стрелить. Надо вот эту пяточку ее маленько ниже срезать. Ну, и я говорю, в зависимости, если после маленького, то лучше ее сделать почти на одном уровне. Да, чтобы чуть-чуть режущая вот эта кромка была чуть выше, чем пяточка. А если сразу им стрелить, ну, металл там толстый, то лучше ее маленько острее сделать. Ну, его тогда на дольше хватит. Он там будет срезаться. Ну, сам по себе. Ну, все равно будет тупиться. Ну, хватит на дольше. Спасибо, Христос. Все, кстати. Я отхожу к плаванию. Другая работа, да? Да, другая. Ну, ладно. Спасибо, Христос, брат. Слава Богу за все. Аллилуйя.